Однажды один профессор вошел в аудиторию и поставил на стол банку. А потом он сказал, это не просто банка, это чаша в вашей жизни. А потом он бросил в нее несколько мячиков и спросил, как вы думаете, эта банка полная? И студенты ответили, да, полная. Вам правда так кажется? Тогда он достал мешок с камешками и высыпал их в банку. И они туда поместились. А сейчас эта банка полная? Теперь-то уж точно, ответили студенты, неужели? И тогда он достал песок и высыпал песок в банку. И он тоже поместился. А теперь эта банка полная? И студенты сказали, ну теперь точно полная. Вы правда так думаете? Тогда он достал две чашки кофе и вылил их в банку. И снова все поместилось. А потом он спросил у студентов, что это все может значить? И один из студентов ответил, может быть, неважно, насколько полна ваша жизнь, в ней все равно всегда есть место для чего-то нового? Не совсем правильно. Видите ли, вначале идут мячики, которые обозначают самые важные вещи в вашей жизни. Любовь, друзья, семья, счастье, здоровье, мечта. Потом идут более мелкие камешки, которые обозначают уже не столь важные вещи, но они гораздо более блестящие и привлекательные. Работа, деньги, шмотки, развлечения. А потом идет ничего не значащий, но зато всепоглощающий песок. Самые простые и примитивные потребности. Самые обычные инстинкты. Побольше поесть, побольше полениться, посплетничать. Вся та чушь, на которую мы тратим огромную часть нашей жизни. А затем он предложил студентам проделать это все в обратном порядке. Попробуйте сначала насыпать песок, потом положить в него камни, а потом мечи. Студенты, конечно, попытались. Ни у кого ничего не вышло. И тогда профессор сказал, видите ли, именно так устроена наша жизнь. Если вы наполнили свою чашу жизни песком, то вы уже никогда не сможете положить в нее гораздо более важные вещи. Какую ошибку люди совершают в жизни чаще всего? Они наполняют свою чашу, начиная с самых мелких и бессмысленных вещей. А когда они вспоминают про самые важные вещи, уже слишком поздно. Вы можете потратить свою жизнь на простое проедание своего драгоценного времени. Смотреть телевизор, либо убивать сутки напролет за монитором компьютера. И при всем при этом, что интересно, ваша жизнь действительно будет полна. Но чем она будет полна? И останется ли у вас место, чтобы наполнить ее действительно чем-то важным? И поэтому, сказал профессор, всегда начинайте с самого основного. Наполняйте свою жизнь самыми важными вещами в самом начале. И лишь потом приступайте к второстепенному. А тогда студенты спросили, а что обозначало кофе в конце? И он ответил, что вне зависимости от того, насколько полна ваша жизнь, у вас всегда есть свободная минутка и чуть-чуть времени, чтобы разделить ее за чашечкой кофе со своим близким человеком. Помните об этом. А чем полна ваша чаша жизни? Поделитесь этим видео со своими друзьями и с людьми, которые вам дороги. Начните наполнять свою жизнь правильными вещами.